Муравленковцы, оставшиеся без работы в период пандемии, могут открыть свое дело. Осуществить мечту и реализовать бизнес-идею помогают службе занятости населения. В этом году единовременную финансовую помощь получили пять жителей Муравленка. Тему продолжит Алена Гафарова. Открыть собственный кабинет семейного диетолога – давняя мечта Александры Волчковой, мамы троих детей. Саша – дипломированный специалист. Ее клиенты – это люди с проблемой недостаточного или лишнего веса, а также с различными заболеваниями. Она помогает наладить питание, составить грамотное и полноценное меню. И в течение нескольких месяцев буквально ведет человека к здоровому и комфортному рациону. Моя задача не только, чтобы человек сбросил вес. Моя задача – научить рационально и правильно кушать, чтобы человек понимал, что он кушает, чтобы этот вес не скакал. Со своей идеей и большим желанием помогать людям Александра обратилась в службу занятости. Благодаря программе профобучения получила еще одно образование – специалист по детскому питанию. А после решила заявиться и на финансовую поддержку для открытия собственного бизнеса. Я встала на учет в Центр занятости населения, и там уже они мне помогли с бизнес-планом. То есть у меня была идея, они мне ее помогли реализовать. И плюс еще профинансировали мне начальный этап моего открытия, как именно индивидуального предпринимателя. По программе «Содействие самозанятости» Александре выделили финансовую помощь на реализацию бизнес-проекта. Эти деньги пойдут на покупку мебели и необходимого оборудования. В скором времени кабинет семейного диетолога начнет работу на новом месте, где вместе с Александрой будет работать команда профессионалов. Еще недавно Елена Бычкова работала в банковской сфере. Оставшись без работы, зарегистрировалась на бирже труда. Поиски работы как самостоятельно, так и совместно с сотрудниками службы занятости успехом не увенчались. Тогда и решила начать свое дело – открыть студию биочистки, одежды и аксессуаров. Обучалась в Томске. Я приезжала туда, сдала свою вещь. Мне понравилось. И я думала об этом на протяжении нескольких лет. Вообще попробовать здесь такое открыть. Проект по открытию студии биочистки Елена представляла на комиссию три раза. И все же добилась положительного решения. Теперь благодаря финансовой поддержке она сможет оплатить франшизу, закупить вывеску, мебель и оргтехнику. Елена также создала рабочее место и трудоустроила девушку с инвалидностью, которая состояла на учете в службе занятости. Биочистка отличается от химчистки. Основная функция не содержит хлористые вещества. Это экологические белковые соединения растительного происхождения. Это технология, разработанная научно-исследовательским центром города Томска. Уже 11 лет служба занятости помогает безработным горожанам осуществить свою мечту и организовать собственное дело. За это время финансовую поддержку на открытие бизнеса получили более 80 муравленковцев. В этом году благодаря программе самозанятости статус безработного на предпринимателя сменили еще пять человек. Чтобы получить финансовую помощь в размере 91 700 рублей, необходимо быть незанятым гражданином и обратиться в Центр занятости населения. В установленном порядке быть признанным безработным, подготовить бизнес-план. Центр занятости также помогает в подготовке бизнес-плана. И представить его на комиссии. При положительном решении комиссии с гражданином заключается договор. И в течение месячного срока со дня заключения договора гражданин должен зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель в налоговой. Успешно пройти проверку комиссии несложно. Для этого достаточно четко понимать, как будет реализована идея. Она должна быть актуальной именно для нашего города. Вместе с тем нужно иметь профессиональные навыки, приветствуется и опыт работы. Финансовую помощь будущим бизнесменам служба занятости предоставит безвозмездно. Однако есть и некоторые нюансы. В течение трех месяцев с момента регистрации индивидуальным предпринимателем гражданину необходимо предоставить подтверждающие документы о том, что он реализовал 91 700 рублей именно на свой бизнес. Кроме этого, вести собственное дело необходимо в течение двух лет с момента открытия. За соблюдением этой нормы следят инспекторы биржи труда и проводят необходимые проверки. В случае закрытия бизнеса раньше срока, остаток финансовой помощи необходимо будет вернуться размерно неотработанному времени. Алена Гафарова, Андрей Нагибин, Новости Муравленко.